Михаил Рубин, российский журналист, заместитель главного редактора издания проекта. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Вот иногда складывается такое ощущение, что вот этой атмосферой, этой погодой, так называемой, коррупцией, которую создает Владимир Путин, который ее, можно так сказать, и не создает, а дает ей дыхание, дает ей жизнь, он таким образом себе обеспечивает теплое место. Теплое место даже вопреки тому, что и внутренняя поддержка россиян, она уменьшается с каждым годом все больше и больше. Поддержка Путина лично, я имею в виду. Не так ли? Ну, главное, что мы видим, это то, что Владимир Путин, конечно, дает возможность своим приближенным спокойно воровать, конечно. Но это, понимаете, это и логично, так не бывает. Если ты воруешь сам в каких-то совершенно астрономических, значит, как-то сказать, в астрономических цифрах, я уж не знаю, какие тут, знаете, и пить это, и что там можно употреблять, да, потому что масштабы действительно жуткие. Если ты используешь все свое окружение, в общем, ну, не все, конечно, но значительная часть своего окружения, своих старых друзей, для того, чтобы превратить их в кошельки, то, конечно, сложно этому окружению воровать тоже. Так появляется такая коррупционная лесенка. Так, к сожалению, не бывает, да, что вот только один руководитель, значит, коррупционер главный, а все остальные нет. Так не получается, значит, идет дальше вниз-вниз-вниз, воруют другие. А что нужно сделать для того, чтобы такая система держалась? Ну, конечно, нужно создавать для этого условия, для этого нужно закрывать систему. Так, знаете, интересно, Россия же такое любопытное государство, она, конечно, семимильными шагами превращается, помимо того, что это страна-агрессор, это еще и страна, которая, непонятно, я не знаю, как ее специалисты будут характеризовать, но государство, которое как минимум идет к тому, чтобы стать таким жестким тоталитарным государством, это как минимум идет, да. Вот, и это вообще уникально, поэтому мы не понимаем, как это все называется даже, да. Но, конечно, оно еще и очень коррумпированное. И, значит, но оно таким было не всегда, да. И в нем осталось очень много пережитков, вот всяких этих весны, значит, которая в какой-то момент происходила в России, какой-то либерализации. И, в общем, закрыто не все. И для нас, журналистов-расследователей, это, конечно, создавало, ну, нам это давало какие-то возможности. Мы благодаря этому находили очень много всего интересного. В России, в общем, в стране, где нельзя ничего, еще недавно можно было там следить за доходами чиновников, можно было очень легко получить доступ к, и до сих пор еще можно смотреть, чем они владеют, где их недвижимость и так далее, да. Короче говоря, парадоксально, при том, что Россия становится тоталитарным государством, еще раз подчеркну, как минимум становится, в России очень многое было открыто. И это, конечно, очень многое нам удавалось узнать. Ну, просто потому, что 10 лет назад там в России был президент, который уже теперь больше 10 лет назад, который претендовал на то, что он либерал. Ну, потому что Путин пришел там, не сразу все закрыл и так далее, да. В общем, есть много возможностей нам до сих пор еще что-то хотя бы узнавать про это наше вороватое руководство. И это абсолютно очень сильно резонирует со всем остальным, что происходит. Это невероятно, это странно, еще раз подчеркну, да. Поэтому то, что они сейчас делают, ну, они, конечно, пытаются закрыться. Слушайте, это странно. Они, значит, напали на братскую, как они сами говорят, страну. Они убили, ну, почти убили, попытались убить и посадили главного оппозиционера. Да, если уж они такое могут делать, что уж их останавливает от того, чтобы, значит, закрыть там для журналистов доступ, для того, чтобы они могли смотреть там всякие реестры. Ну, конечно, ничего их не останавливает. Поэтому, конечно, они будут постепенно, постепенно и дальше все закрывать. В общем, мы уже готовимся, вот мы нашим коллективом уже готовимся к тому, что нам будет... И так нам работать сложнее некуда, да, ну, относительно, конечно, вот. А, значит, пока мы живы, естественно, можем что-то делать, но, в общем, все остальное для нас закрывает. Мы сейчас готовимся к тому, что будет еще хуже, потому что мы не сможем смотреть даже те вещи, которые были для нас доступны до сих пор. Ну, уверен, что в течение этого года они предпримут огромное количество шагов для того, чтобы, ну, по максимуму скрыть для нас возможность видеть то, что они там воруют и записывают на себя. Вы знаете, есть просто такая, ну, теория психологии. Я не психолог, просто я помню, что неоднократно слышала от психологов, что те люди, к тем людям, которым ты должен, ты относишься, ну, мягко говоря, осторожно. Ну, и, скажем так, не очень уж так с благодарностью, да, вот каждый раз напоминание о том, что, боже мой, ты должен, особенно если ты должен много. Тоже можно сказать о людях приближенных, которые получают огромные суммы, какие-то миллионные суммы, участвуя в этой коррупции с легкой руки главного человека в Кремле. Так вот, как вы думаете, он себе лояльность покупает или увеличивает все-таки количество потенциальных врагов? И вот покупка лояльности до 24 февраля и после всех провалов на фронте, на дипломатическом фронте, на экономическом фронте, она разная? Все ли так стремятся в этот ближний круг? Или, наоборот, они сейчас вот стараются дистанцироваться, опасаясь того, что может быть в будущем для них лично? Ну, это интересный вопрос, это даже два разных вопроса. Значит, по поводу покупки лояльности. Ну, это вот у вас философский вопрос даже на уровне рассуждения у Макиавилля в труде про государство, про то, что уж там должен делать правитель, да. Ну, понимаете, какая штука? Еще раз, так не бывает. Это вот я вернусь к своей первой мысли, но это ответ на ваш вопрос. Еще раз, так не бывает. Это дело даже не в покупке лояльности. Он у кого-то лояльность, конечно, покупает. Например, у Рамзана Кадырова. Но он это просто покупает. Он даже ее не покупает. Он просто ему отдал регион, и все. У Путина есть разные способы. Путин, ну, не так прост. И вообще анализировать Россию с каких-то, нынешнюю Россию, с каких-то там одинаковых, значит, подходов, это невозможно. Такого нет. Значит, масштаб того, что возможен, он для каждого разный. Значит, для людей, которые там где-то очень далеко от Путина, ну, наверное, он хочет на этом каком-то непонятном уровне с коррупцией бороться. Хотел бы. Значит, для ближнего круга возможно все. Путин создает такую, понимаете, систему кормления, скорее. У него есть представление о том, что какие-то сферы, они должны управляться не им, ну, потому что он в этом не понимает, не хочет и так далее. Чечня просто это классический пример, но их больше. В качестве другого примера приводят всегда там дорожное строительство, например, да, которое он просто отдал своим друзьям Ротенбергам. И они там творят, что хотят абсолютно, да, и так далее. Они какие-то регионы таким образом создают. Короче говоря, у Путина есть такое представление, это его такой эффективный менеджмент по-путински, понимаете, раздавать своим приближенным. Ну, он вот так относится к управлению страной. Ну, в основном это, видимо, люди, которые пришли для того, чтобы заработать. Каким-то кланом он не может зарабатывать один еще раз. Зарабатывает клан. Параллельно они должны что-то делать. Для того, чтобы что-то делать в такой коррумпированной системе, где люди приходят для того, чтобы зарабатывать к власти в первую очередь, она управляется вот так, кормлением. Ну, еще один пример дайте. Москва. Я не думаю, что Путин особо лезет в то, что там делает Собянин. Ну, вот он там делает что-то для того, чтобы Москва хрошела. Ну, и, слава богу, Москва действительно там хрошеет. В рамках этого Собянину разрешено, наверное, все что угодно. Вряд ли Путин там влезает, ворует Собянина или не ворует. Ну, естественно, они там все этим и занимаются заодно. Поэтому такова политическая система. Такова система управления всей страной. Дальше. Хотел бы ли Путин, чтобы на ступеньку ниже никто не воровал? Чтобы воровали только они. Конечно, хочет. С другой стороны, он не совсем дурак. Понимает ли он, что если там, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь, например, вице-мэр какого-нибудь маленького городка в какой-нибудь дальней губернии. Если он видит, что мэр ворует, губернаторы воруют. Что эти мэры-губернаторы будут ему запрещать воровать, что ли? Ну, конечно, нет. Так просто не бывает. Вот и все. Вторую часть вашего запроса я забыл, к сожалению, уже. Пока тут послуждаю. Это уже даже и не важно. Я просто вот из того, что вы сказали, знаете, одну часть кормить для того, чтобы, да, остальную часть большую нужно, извините, я скажу как есть, доить. Так вот, мне интересно, из чего будут выдаивать вот эти финансы, которые будут передаваться этому маленькому проценту ближнего окружения, учитывая то, что нет уже таких размахов по нефти, по газу, по золоту, по другим крупным, скажем так, торговым отраслям, да, в Российской Федерации. Ну, плюс санкции, закрытие торговли и так далее. И вообще, давайте вспомним, что до войны это было всего лишь 2% мировой экономики, как мне экономисты сказали, которая составляла Российская Федерация, да, в мировых масштабах. Так, откуда и с кого будут выдаивать вот эти вот деньги для того, чтобы жила определенная маленькая группка людей? С кого? Ну, нет, смотри, во-первых, эти ребята для себя уже заработали, я думаю, что им хватит, даже если они, все это рухнет, и они где-то сумеют скрыться, и, допустим, они даже маленькая часть того, что они там успели куда-то перевезти, ну, сейчас я говорю не как журналистов следователя, я просто так подозреваю, мне кажется, что им хватит, но это мое мнение, я ничего про это не знаю, к сожалению, но мы так все с вами можем догадываться, что, наверное, им уже хватит. Значит, просто проблема в том, что дальше эта система иначе не сможет функционировать, они все в этом убеждены. В российском руководстве вообще есть какое-то большое количество людей, как я понимаю, там, имея опыт общения с чиновниками, может быть, даже рангом ниже, они искренне уверены, что вот, а страна большая, сложная, вот она только вот так управляется. Значит, вопрос в другом, он очень справедливый. Если вот это все кормление закончится, если ресурсы прям совсем рухнут. Я, кстати, тут сделал уговорку, я с вами не согласен, это, конечно, еще не закончилось. Слушайте, у них пока денег хватает. Российская экономика, это, ну, давайте будем реалистами. Значит, российская экономика, к сожалению, даже под напором санкций, под напором всего, она, значит, она жива, она держится. Санкции пока, если там у Запада была цель оказать давление на Россию санкциями, я не могу сказать, что это, короче, это пока в России не проявляется. Значит, думает ли Путин о том, что будет, если действительно сырьевая база очень сильно снизится, если там уровень жизни у людей упадет, и их возможности для кормления снизятся? Понимаете, как, еще раз я подчеркну, этого не случилось. Им пока точно хватает, на зарплаты-то пока людям хватает. Не знаю, что это завтра не закончится, но я могу, как журналист, я не специалист по финансам просто, совсем не специалист по финансам, значит, я не могу поэтому об этом рассуждать. Еще раз, пока это есть, но думает ли Путин о том, что случится, если нет? Какая штука, понимаете, есть ощущение в последнее время у специалистов, что Путин, да и я давно такие рассуждения слышал, что Путин, он вообще мыслит очень такими короткими отрезками, да? Он не то чтобы большой стратег, он мыслит там на какой-то не очень длительный срок. Поэтому я не думаю просто, что вот сейчас его мысли заняты тем, что случится, если вдруг. Поэтому если вдруг это самое случится, и возможности для кормления и воровства у них снизятся, я, конечно, думаю, что значительная часть элиты и российского руководства будут очень сильно недовольны, и это создаст с Путином проблемой. Верю ли я, что финансовые возможности снизятся на 40, что там олигархату Путина будет не хватать денег? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Тут будет вопрос в другом, тут вопрос будет уже в рядовых избирателях. Этот вопрос может быть еще более важен. Ну, тут неизвестно, что важнее, но люди важны, конечно. Вот что они скажут, это вопрос. Но это и вопрос того, когда санкции, как по действу. Также еще добавлю, что глава российского Сбербанка Герман Греф почти 10 лет создавал офшорную империю, перечисляя за границу сотни миллионов долларов. Об этом, в свою очередь, говорится в расследовании журналистов независимого издания «Проект», ваших коллег. По их данным, Греф владеет Люксембургским инвестиционным фондом, общий капитал которого в разные годы мог достигать 500 миллионов долларов. Ну, а также стоит за несколькими другими многомиллионными фондами. Об этом стало известно благодаря утечке документов сингапурского провайдера трастовых услуг, опираясь на которые журналисты воспроизвели историю развития офшорной империи банкира из Российской Федерации. Журналисты отметили, что доход Грефа, согласно налоговым документам, мог достигать 16 миллионов долларов в год. Но даже этих денег недостаточно для того капитала, который хранится в азиатских офшорах главы Сбербанка, подчеркнули расследователи. Услышим прямую речь и продолжим дискуссию. Герман Греф считается одним из главных либералов в окружении Владимира Путина. Многие ждали от Грефа и таких же, как он, публичного несогласия с решением Кремля начать войну с Украиной, но не дождались. Недавно Греф даже сказал, что вызванный войной кризис делает жизнь только интересней. Все дело в том, что Греф – самая важная часть выстроенной при Путине системы. На словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу. Из публикации независимого издания «Проект». И вот тут, когда вижу вот и вашу работу, работу ваших коллекта и в целом журналистов-расследователей, я понимаю, что вот эта коррупция, она сейчас как паутина. Как паутина, которая разрослась абсолютно везде. И неужели после падения режима Путина, давайте говорить так, Путина, олигархата, эта коррупция вмиг исчезнет? – Ух, какие вы сложные вопросы задаете, уважаемые коллеги. Понимаете, какая штука? Пока в это действительно не верится. Мы, готовя это расследование про Грефа, понимали лишний раз, что, конечно, способов того, способов воровства и вывода денег какое-то немыслимое количество. В чем секунду отрекламировать расследование, с вашего позволения. Там, понимаете, как интересная очень история, как запрятан. Дело в том, что то, что Греф богатый человек, наверное, было очевидно, но иногда надо рассказывать очевидное. Значит, он там владеет активами в России, и в России, причем, интересно, просто они записаны на офшоры, огромными, это крупные активы на полмиллиарда долларов, значит, там группа ГАЗ, между прочим, среди них, ну и так далее. В общем, там всякие разные объекты. Они были запрятаны очень интересно, там было несколько способов. В том числе он запрятан за завещанием его номинала. То есть у Грефа есть бывший заместитель, который на него, значит, человек, который был его заместителем в правительстве еще когда-то давно. И он составил на Грефа завещание, да, то есть он владеет этим бизнесом, но составил на Грефа завещание, по которому через это завещание на племяннику Грефа все отходит. Понимаете, то есть они создали такое, они настолько безнаказаны, что они создали такое количество способов записывания на себя огромных активов, причем совершенно неожиданно. Конечно, если там, ну, украинская аудитория, это меньше, о чем говорит, ну, для, там, многих москвичей, там, Даниловский рынок есть такое место, довольно знаковое. Вот, и, значит, и уж представить себе, что даже вот это место, куда они там ходили, я не знаю, купить себе помидоров или, там, сходить в ресторан или попить кофе, и это место тоже принадлежит путинскому другу, в данном случае Грефу, ну, конечно, масштабы поражают. Причем там бизнес именно такой, еще раз подчеркну, многоплановый, с одной стороны рынок, с другой стороны, значит, группа ГАЗ с ее газелями, да, наверняка тоже многим знакомыми, ну, и так далее, там, и самые разные виды. То есть они, в общем, записали на себя все. Поэтому, конечно, будет ли вопрос, конечно, правильный, у меня ответа на него нет. Но будет ли смена этого режима простой? Конечно, нет, потому что мы окажемся в ситуации, когда мы узнаем еще больше, когда этот режим ропнет, мы, наверное, узнаем, что каждая, я не знаю, каждая доля примерно в каждой более-менее крупной компании так или иначе связана или с путинским окружением, или с путинскими друзьями, или с какими-то чинушами поменьше, или с силовиками какими-то многочисленными, которые, по крайней мере, крышевали бизнес. Конечно, масштабы коррупции, они впечатляют, и это то, что нам предстоит. Я жду с интересом этого времени, когда мы узнаем еще больше правды. Нам просто в какой-то момент станет легче об этом узнать. Где-то все вскрывается. Ладно. Да, да, вы сказали про сложные вопросы. Есть у нас еще и простые вопросы, но, к сожалению, не хватает сейчас на них времени. Надеемся, что у нас будет возможность с вами еще пообщаться в эфире. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, это как раз повод еще больше говорить о коррупции в Российской Федерации, в том числе с вашим участием. Я не о коррупции, а с вашим участием непосредственно в этом эфире. Михаил, спасибо вам огромное, что в председательской эфиру Михаил Рубин, российский журналист, заместитель главного редактора издания «Проект» был на прямой связи с нашей студией.